Доброе утро! Этро Найт Сити! Вчерашний подсчет трупов закончился на крепкой тридцаточке! Спонсор десятки нестихающей уличной войны в Хайвуде! Минус один коп! Так что все готовьтесь! Полиция по этому поводу не сделает ни хрена! А вот Санта-Доминго отрубила свет! Очевидно, нетранеры снова резвятся в электросети! В Уэстбруке травматим отскребает от асфальта! Это жертв очередного кибер-психа! А-а-а, пасифика! Ну, пасифика есть пасифика! С вами, как всегда, был Стэн! Впереди новый день в городе мечты! Привет всем, друзья и гости канала! А это Киберпанк 2077 и патч 2.1! Всех с наступающим Новым Годом! Желаю вам счастья, здоровья и прочего! В общем, друзья, начинаем сначала Киберпанк, так как мы его забросили! Все прекрасно помнят, что мы его забросили из-за того, что у нас сильно жутко лагало, невозможно было смотреть и так далее! Сейчас же у меня уже компьютер обновлен! Еще с июня месяца! Тех, кто меня смотрит, те знают и помнят, что уже карточка у меня не RX 560, а RTX 3060! В общем, ультра, 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 трассировка пути давайте включим! Вот, короче, Киберпанк полностью на ультрах, начинаем сначала, так как я не помню, что было! Абсолютно не помню, что было в прошлых сериях и так далее, так что поехали! Уровень сложности низкий, средний, высокий! Мы начинаем на высоком! Так, корпорат, мы... А мы прошли вообще Киберпанк или нет? Мы, походу, Киберпанк... Извините... И не прошли, вот! Так, выбираем, как всегда, мужчину! Так, какого? Ага, это случайная игра! Во! Вот наш вид, наш главный персонаж! Нет, осуждаю! Я вижу! Вот это нормально! Так, я надеюсь, меня слышно, игра не орёт! Я, если что... Игру немного потише сделал! Так, тип кожи! Тип кожи какой у нас? А, пускай какой-то такой будет! Нет, тип кожи пускай дефол! Причесочка! Прическа пускай у нас будет в 50-е, нет! У меня там есть пресет на его первого персонажа, который мне очень понравился, и никто мне не понравился, кроме вот моего персонажа! Во! 36-й! Вот! Так, цвет волос! Белый мы не будем делать старика! Глаза! Ну, я не хочу на персонажа так зацикливаться, прям так! Так, брови! Так, глаза у нас пускай будут голубые! Стильно! Во! Такие будут в самый раз! Нет, это хрень полная! Я не хочу персонажа делать какого-то... Там, супер... Какого-то прокачанного чела! Обычный пацанчик такой у нас будет! Так! Дальше! Глаза! А, понял! Так, цвет волос пускай у нас будет... Так, я не совсем чёрный, но вот такой пускай у нас будет цвет волос! Как же я соскучился по киберпанку! Господи! Как же я по нему соскучился! Я... Вы не представляете! Друзья, вы реально не представляете, как же я по киберпанку соскучился! Так, брови! Брови! Ну, брови пускай будут... Такие, что ли? Цвет бровей давайте мы тоже сделаем вот такие! У нас будет всё в цвет! Так! Цвет бровей... Так, ну я же уже выбрал! Так, нос, рот, челюсть, уши, борода! Цвет бороды! Цвет бороды тоже у нас будет вот так! Во! Ну-ка, бей, покажись! Во, уже подстал такой, знаете! Так, что там ещё у меня? Нет, друзья, ну пойдёт такой? Я думаю, пойдёт! Какой, а, мужчина! Так! Так, всё же я хочу брови поменять на... Во! На такие! И не сильно густо будет, и не сильно... Вот так, думаю, будет супер! Так, цвет ресни! У нас остаются те же, да? У нас всё будет в цвет! Волосы чёрные, борода чёрная, всё чёрно! Так, рот! Нет! Ну, рот я менять уже уж точно не буду, друзья! Или поменять? Ммм, как думаете? Да мне кажется, такой нормальный! Мы, если что, друзья, можем... Так, шрамы на лице! Ну, пускай будет такой типово! Во! Такой пускай мне надо будет! Или сделать вообще без шрамов, а? Чисто такой новичок приехал в Найт-Сити! Так, кибер-импланты! Ох, чувствую, на персонажей сейчас зациклимся! Ох! Так, это я всё подключал? Нет! Вы что? Отменить! Макияж гли... Осуждаю! Ничего из этого не хочу! Так, ну это всё недоступно из-за того, что отключил сиськи, писки и прочее, так как Ютуб это дело такое! Челюсть! Слушайте, друзья, ну нормально такое, пацаник, да? Четвёртая челюсть! Пять! Так, ну уже так и не хочется! Оно вообще, как первая челюсть смотрится! Ну, дефолт, может, четвёртую поставить, а? Да не, кажется, что он какой-то с четвёртой челюстью не очень! Вот такой пускай будет, да? Так, а мы можем чё-то... Тип кожи! Так-с! Ну что, друзья, такой пойдёт? Ну, друзья, смотрите, мы всегда, если что, можем потом изменить нашего персонажа, так что, я думаю... Думаю, пойдёт! Глаза, ну, глаза можно... Такой... Уставший... Нет, так, глаза ей... Глаза дефолт, пускай будут такие вот, пускай... Глаза ей будут. Охренеть, сколько ж тут прокачки персонажа! Тут реально можно... Его полностью вкачать! Так... Ну, негромогилать с вами не хотим и не будем, у нас белый персонаж... Пускай, короче, вот такой будет, да? Уши! Что мы можем сделать по ушам? Я надеюсь, ОБС-ка записывает, ОБС-ка записывает... Так, нос... Нос, пускай тоже дефолт остаётся... Ну, что, друзья, вот такого делаем... Так, ну, хорошо... Если что, мы сможем, я думаю, что... Извинить персонажа, если захотели... Начинаем с таким или нет? Или давайте назад? Что-то меня как-то не сильно так нравится... Цвет ресниц, брови, нос, рот... Вареники такие, знаете... Губы реально вареники... Ну, вот эти нормальные, вроде, четвёртые... Оно как дефолт... Рот-то можно и этот оставить, да? Или четвёртых поставить? Вот такой... Как будешь вообще смотреться, а? Не, мне кажется, первый... Рот первый смотрелся, как-то не знаю... Ну, сойдёт, да, сойдёт, думаю... Как-то мы так над персонажем, друзья, чахнем... Как я не знаю, кто... Так... Тоже цвет давайте поменяем кожу на... Более такой вот светлый, да? Во! Всё, пойдёт... Я думал, это дело в коже было... Так, очки характеристики, друзья... Каждая характеристика даёт доступ к нескольким навыкам... Характеристики навыки дают бонусы... Которые могут быть полезны... Которые могут быть полезны при разных стилях игры... Ага, у нас сила... Так, ну я думаю, давайте в каждый мы вкачаем по одному, да? Реакция... И два в силу... Всё... Всё, поехали! Если что, персонажа изменим, так что... Нормальный персонаж, ещё нормально... Сойдёт... Так... Характеристики... Сила 6... Интеллект 4... Реакция 4... Техника 4... Холоднокровие 4... Ну всё, поехали, друзья! Наконец-то начинаем! После... После столь долгой прокачки персонажа... А что же будет, когда мы... Начнём вообще полностью его... Прокачивать? Надеюсь, сейчас у меня не будет 15 ППС? Ой, фу, бля... Вы... И тут? Да, я тут как бы... Я... Немножко проблевался... Да... Я здесь... Всё в порядке... Да... Просто... Немного отвлюсь... Я бы не сказал немножко хреново... Человек, как будто ты проблевался... Угадал... Ничего страшного... Видно стресс... Ты сдох лишь на этой работе... Не переживай, Джек... Не переживай за меня... Нормально всё будет... Ой, вертикальная синхронизация... Добро пожаловать в мир Cyberpunk 2077... Впервые вы найдете, тогда советуем пройти обучение, которое познакомит вас с основными игрового процесса... Если вам не потребуются подсказки, просто отключите их... Вы в любой момент можете зайти на базу данных, чтобы пройти обучение и узнать больше о самых важных понятиях мира киберпанка... А что так синхронизация-то? Можно узнать... Это из-за DLSS или что? Видео... Где вертикальная синхронизация? О! Так, телезадание... Но это мы всё знаем... Пролог... Здорово... До свидания... Какой ты дружелюбный, я хирею... Арасаки предотвращает 45 запланированных нападений на участнику санта... Это год великих перемен... Ведение сухого закона в Америке... Конец первой мировой войны... И рождение Сабура Арасаки... С юных лет Сабура принимала активную... Вик, где ты? Я попросил тебя зайти ещё час назад... Еду, иду... Пришлось задержаться, скоро буду... Грёбаный Франфурт... Обернайте 100% свалит всё на нас... Ладно, я у себя в офисе... Что тебе? Задерживайся... Давай, я уже иду, уже бегу... Четвёртый раз, друзья... Четвёртый раз я перепрохожу игру... Точнее, меда прохожу... Это... Четвёртый раз я уже записываю серию... Пролог... Его всегда будут помнить... Так, мне надо бежать... Мистер Джентлинс вас ждёт... Привет, видимо... Здорово... О, не знал, что ты в Найт-Сити... Как твои дела? Да сам понимаешь как... Неделю назад ещё был в Кейптауне... Слышал, ты теперь в контрразведке? Вас там, наверное, сейчас аврало из-за Франкфурта... Ну, да... По слухам, да... Он правда такой, как все говорят? А что все говорят о Джентлинсе? Что он успешен... Как любой психопат... В этом городе... Якобы начал сходить с ума... Ну, ему сейчас тяжело... Начальница должна была помочь ему с повышением... Когда приехали японцы... А вместо этого его подставила... Так... У кого работаешь, брат? У кого работаешь? У Абернати... Она правда классная... Это она придумала, как провести операцию в Кейптауне... Абернати? Сука, из-за которой мой шеф не стал директором по особым операциям... Ну, значит, не повезло... Бывает... Ммм... Действительно... Бывает... Кто бы говорил, бывает, да? Ну и как оно в Кейптауне? Операция Груз... Ты слышал о ней? Оружие для повстанцев в Африке? Не знал, что ты его вез... А я вез... Мы скидывали в океан целые ящики винтовок... Местные потом приплывали и вытаскивали их сетями... Старая тактика, но так и выигрывают воины... Так, мне надо бежать... Безопасность подтверждена... Экстерный режим? Это он... Помощник Джентльс... Пожалуйста, зайдите в приемную... Я бы не смогла... Подтверждаем авторизацию гостя... Ну что, ты в сети? Присаживайся, Ви. Я сейчас. Хорошо. Мне надо что-то придумать с этим голосованием... Пока мы не потеряли базы в море облаков. Они сейчас начнут... Как-то мыльно или мне кажется, друзья? Погодите. Одну секунду. Буквально секунду. Вот без DLSS... Нет. Выключить DLSS. Как там ситуация? Вот FPS без DLSS... И вот DLSS... И вот C DLSS. Так, масштаб разрешения... Ну, плавнее, плавнее. Гораздо. Не 15... Не 15 FPS уже. Угу. Как мы и думали. ДНСС, конечно, все решает. Начинай. Директор Абернати. Я смотрела голосование. Что это было, Дженкинс? Уборка говна, которую мы получили от Франкфурта. Я устранил проблему, как вы и просили. Я не просила выхода. Ты их убил, Мах. Убийский космический совет. Ты понимаешь, сколько будет стоить это замять? Мы бы потеряли концессию. А так получили неделю. Это успех. Идешь по пути наименьшего сопротивления. Прешь напролом. Как всегда. Мы об этом еще поговорим. Да, везет же тебе. Вот же стерва. Ненавижу ее. Тебе везет. Вы давно работаете вместе? До Найт-Сити мы разрабатывали операцию в Осаке. Она два года притворялась добренькой, а сама рыла мне яму. И не моргнув глазом, столкнула меня в нее, когда стала директором по особым операциям. Рыбы. Тебе надо мной с пистолетом, чтобы я ничего не сделал. Но убивать не убивает, потому что я ей нужен. Я делаю то, на что ей духу не хватает. Но видать ты ей нужен для каких-то своих. Тебя и властвуй. Хорошая стратегия. Хорошая. Скажи, что бы ты сделал на моем месте? Честно? Говори. Ничего вы не сделаете. На ее стороне весь наш совет директоров. Если она настроена против вас, сами понимаете. Понимаю. Нет. Ну как бы... Как бы она важная ошибка, и ты тут реально ни хера не делаешь. Потому что ты просто шестерка. Понимаешь? О чем я? Это тебе. Чип с данными? Это доказательство доверия. Ну, бери. Ну, давай. Посмотрим. Хотя, я думаю, уже ни для кого не спойлер, что на этом чипе. Ну, да ладно. Здесь все, что я собрал за последние недели. Биометрика. Медкарты травмы. Фамилии всех близких ей людей. Шофера. Начальника охраны. Любовницы. Мужа любовницы. Все. Сделай так, чтобы Абернати больше никогда не создавала проблем. Ты сам сказал, что у меня нет выбора. Убить ее? Ты че охерел? Нет. Ты понимаешь, на что ты сейчас меня посылаешь? И что ты мне говоришь? Ты мне говоришь убить самую важную шишку в этом гребаной корпорации? Ты с катушек нахер слетела или что? Если кто-то узнает, что мы об этом говорили, мы оба пойдем ко дну. Это правда. Все знают, что ты бы в жизни не получил это место, если бы не я. Никто не поверит, что ты тут ни при чем. А если я скажу нет, что тогда? Не задавай глупых вопросов. Ты же понимаешь, это не просьба, Ви. Вижу, мы друг друга поняли. Вот и хорошо. Возьми еще вот это. Нет, не поняли. Не, чел, ты мне предлагаешь убить реально важную шишку. И ты же понимаешь, что, извиняюсь за выражение, тебе пизда и мне пизда. Ты же понимаешь, конечно, за это извиняюсь я. Но ты же это прекрасно понимаешь, да? Ну, бери. Переводы со счета можно отследить. А наличные исчезают бесследно. Вот именно. Да наоборот, ты понимаешь? Плати только этими деньгами. И насчет главного задания. Найди того, кого хорошо знаешь. Понятно? Да. Все так и сделаю. Хорошо. Ну что ж, тогда буду ждать от тебя новостей. Удачи. Снаружи ждет мое авиа. Оно в твоем распоряжении. Хорошо. Не подведи меня. Я, друзья, до сих пор не понимаю, зачем и смысл. И вообще, да. Вот отчеты, которые вы просили. Я просил сделать их еще вчера. Да. Я их только сейчас собрал. Пришли их на почту. Мы с тобой потом поговорим. Кхм. Так, за это меня есть задание. Это я понял. Эй, Ви. Ты еще жив? Как там ваш гадюшник? Неплохо. Неплохо. Гадюшник. Лучше и не скажешь. У тебя проблемы? Пока нет. Надо найти надежного человека. На, то есть у тебя проблемы. Встретимся в Лизис. Через час. В Лизис через час. Добро. Так. Что тут? Включить. Сообщение. Четыре. Так. А что тут попало? Во. А у нас какое-то задание, друзья. Погодите. Погодите. Да встань ты, гер. Погодите. Да встань ты, гер. Погодите. Почему ты закрыл? Вот. Мне в новом обновлении бесит одно. Я ничего сейчас не делаю, друзья. Выключить. Так. В результате оценки данных, полученных из отчетов информации в Бьюти, Неводей, Аризоне и в Монтате, активных действий НСШ против Аросаки на федеральных территориях не зафиксировано. Тем не менее, это не исключает потенциально опасных действий со стороны Минетеха, несмотря на то, что корпорация несправедливо связана с предприятием НСШ. И ее внутренние каналы связи защищены гораздо лучше. Так. Я сочетал данных в данный момент. Нам приходится опираться на данные и косинные влики, которые предлагают наши агенты. Заключение. НСШ. Это же из нового обновления из DLC. Из DLC этого Призрачная Свобода. Это фирма НСШ. Так. Заключение. Необходима детальнейшая развед... Разв... Разв... Разведка. Так. Кто сейчас имеет... Детальнейшая разведывательная деятельность. Во. Разведка. Кто сейчас имеющих данных не позволит сделать... Выводов. Ну и так-то да. НСШ. Друзья, НСШ это же это... Из нового обновления. Мне нужно твое решение. Возможно одного из наших раскрыли. Вот меня бесит одно, что W, вот W, оно переключает ответы вот, когда ты хочешь отойти. Вот это W. Я жму. Круто. Что, опять Франкфурт? Нет. Это другое. Местное. Рассказывай. Только быстро. Наш агент в биотехнике считает, что его раскрыли. Он искал компромат, но без особых успехов. Недавно ему дали красный уровень доступа, то есть высший. Так и что? У них чисто. Как в детском приюте перед инспекцией. Как на отформатированном диске. Мы подозреваем, что ему сливают Дезу. Будем его вытаскивать или пусть копает дальше? Ну, смотря чем рискуем. Какие риски? Риск для жизни минимальный. Убивать не в их стиле. Возможно, ему будут угрожать ложными обвинениями в прессе. У парня есть дети. Он расколется. Вытаскивайте. Вытаскивайте. Вытаскивайте его. Только аккуратно, не спеша. Иначе они все поймут. Дженкинс нас порвет. Я с ним поговорю. Хорошо. Так, закрою я тебе дверь. Так, ну побежали бабе? Тогда побежь. Нет, я такого и не говорила. Вот это реально гадюшник. Когда об этом узнают, нас просто сотрут в порошок. Никто никогда не узнает. Те, кто в курсе, они с этим долго не проживут. Не смотрите на меня так. Я просто иду бабе. Доступ разрешен. Вот это ави. Назовите место назначения. Лизис. Нет, давай сначала анализирую обстановку в районах. Расскажи, чё там. Анализ обстановки в районах. Обнаружена повышенная активность полиции в Хейвуде. Официальные причины не названы. По перехваченным сообщениям можно судить, что туда направлен Макс так. Сообщается о крупной аварии электросети в Санто-Доминго. В других районах города активность не превышает уровня нормы. Пункт назначения Лизис. Начинаю движение. Так, давай сначала включим новости. Заседание Европейского космического совета было прервано после сбоя в работе системы нейронной стабилизации. Пятеро членов Европейского космического совета погибли. На текущий момент трое остаются в реанимации. Полиция по нежному расследует причине этого ужасного происшествия. Все члены совета носили оборудование, предоставленное биотехникой. Представители корпорации пока отказались от комментариев. Наш корреспондент уже на месте. Мы непрерывно следим за развитием событий и будем держать вас в курсе. Следите за новостями на 54-м. Друзья, вот я до сих пор в шоке от вот этого будущего, от всего киберпанка. Эти все киберчлены, кибервсякое оружие, киберимпланты. Я не представляю, что будет в реальности в 2017 году. Вот эти все биомониторы, биоэто... Привет, Ви. Мы же договаривались созвониться в конце недели. Это дело в том, что Quantified Satori встревожили результаты твоих биометрических тестов. Все в порядке? Ээээ... Ну, так... У меня сейчас небольшие сложности в жизни, но ничего из ряда вон. Ясно. Не забывай, что я говорил в прошлый раз. Упражнения для нейромоторной релаксации. Три раза в день. Они помогут восстановить силы? Да, да, конечно. До встречи. Так, мы направляемся, друзья, в Лизис. Играю с DLSS на ультрах, друзья, все как положено. Надо поменять вот это, чтобы W не переключало мне это... Варианты. Ответы, вопросы. Как там это? В пункте назначения отсутствует посадочная площадка. Найди свободное место рядом с баром. Хер с ними, с правилами. Начинаю посадку согласно новым параметрам. Вот мне, друзья, такие люди нравятся, которые могут абсолютно всех поставить Араком. Вот это вот прям... Нравятся такие люди. Мы прибыли к месту назначения. Эй, ты что творишь, психопат? Тебе тут что, аэропорт? Нас же чуть не расплющило. Уйди с дороги. А ты кто такой, чтобы со мной так говорить? Я из контрразведки Арасаки. Всё. Ну чё? Да, да это? А был когда-то наш район. Пиджаки. Творят, что хотят. Как будто и все должны... А ты в курсе, что я всё слышу? Так. End. Фоторежим. От первого лица даже можно заскриншотить данные. У меня что-то киберпанк подзавис. У меня слегка, короче, подзависла игра, я чуть не вылетела. Наверное, я фоторежимом больше пользоваться не буду. Нельзя было по-человечески с улицы зайти. Опять РТХ. А, за моей мамой, посмотри. А, за моей мамой, посмотри. Да. Уже не работаю, солнышко. Как жизнь, конфетка? Что-то нормально. А? Ты по какому делу? А, не, не по какому, извините. Мне не к вам. Мне не к вам. Вот она да. Здорово. Ну, друзья, мне нравятся такие люди, которые могут всех, откровенно говоря, всем дать себе звезды. Люлей поставить раком и сделать все, что хотят. Вот мне такие реальные люди нравятся. А не вот это, которые, ой, ну простите, извините. Вот это, блять. Здорово, Джеки. Рад тебя видеть, каброн. Ну, рассказывай, кто там тебя опять убежает. Тоже рад тебя видеть. Здорово. Как дела? Я с Валентиной опять не поладил с Мальстрёмом. На этом можно хорошо заработать. Главное, не отбросить коньки. В общем, все, как всегда, не жалуюсь. Ну, а мы же не обо мне пришли разговаривать? Говори, что там у тебя за проблемы? Короче, Джеки, тебе такое дело есть. Нужно, ну, бабенку, как бы, ушатать. Джеки, это... Это должно остаться между нами. По су-пуэстро. Я серьёзно. Эта штука может меня убить. Так и я могу. Хо-хо. Ты хоть помнишь, что ты посмотришь? Я же с этого живу. Помнишь, что было в Мексике на границе? Скажи я хоть слово. Да, ты меня спас. Если бы кто-то узнал про эти картели... Но не узнал же. И про это не узнает. Потому ты и пришёл к старине Джеки. Ну смотри мне. Давай... Давай... Давай чипнет. Давай, старине Джеки, чип. Что думаешь? Стоить будет порядочно. И расплачиваться придётся наличными. Никаких переводов. Денег дали. Тут нужна целая команда. Техник. А может и два. Нетранер с золотыми мозгами. И водила на очень быстрой тачке. Не говоря уже про Соло. Угу. Его как раз не хватает. Ты это хотел попросить? Чтобы я обнулил эту прекрасную леди? Ну я думал, ты не откажешь. Как бы ты мой друг. И как бы это приказ. Как? Эй. Долго тебя ждать? Я думал, ты мне поможешь, Джек. Ты меня знаешь. Я радугой не какаю. Но это дело мне не по вкусу. Если честно, мне кажется, что я тебе тоже. Ты же знаешь, как работает Арасака. Окей. Может не знаешь. Так вот, это не то предложение, от которого отказываются. Я тут ни при чём. Поэтому я отказываюсь. И тебе советую. Давай дерябнем по рюмке. И поговорим о жизни. Спасибо, мамита. Двойная текила с гренадином и лаймом. От нервов самое то. Ну будем. Ну будем. Ну будем. Это по твоему тост? Что он вообще значит? Я понимаю поднять бокал за мама, за свою эрмана, за хорошенькую мамасита. А вот будем. Этого я не понимаю. Ну, блять, будем. Это твой заказ и остальное корпоративное говно. Знаешь, что это? Что это? Он, как это? Он, как он, как он. Диабло. Я всегда говорил, что ты продал душу чертям из Арасаки. Сегодня они приказали тебе кого-то обнулить. А завтра кому-то скажут обнулить тебя. таковы правила игры джеки хочешь быть на вершине готовься платить кровь ты не на вершине собора раза когда ты просто пендеху который ему служит и живи для себя и все будет хорошо может когда-нибудь я решусь но пока что это слишком опасно это всегда будет опасно всегда а я тебя знаю вот это вот это правильно да а что вы из офиса аросаки что-то случилось насчет франкфурт мы насчет тебя дженкин стал тебе сегодня задание ты расскажешь нам все детали да ладно а это не ваше собачье дело но я скажу это касается только меня и дженкинс внезапное недомогание мой доступ к корпоративной сети заблокирован корпоративные устройства перестанут действовать в течение двух минут отдай данные которые собрал дженкинс и мы завершим процедуру увольнения как вы про меня узнали это не твое дело данные быстро вся информация на чипе я сказал что это две дюлей и дженкинс это уже наверное уже убили не обнулили а убил официальная часть закончена но я думаю обернать и нам доплатят если одной крысы в мире станет меньше вставать пойдешь с нами джеки вы ребята кажется немного потерялись в нашем большом городе посмотрите на джека он же его сейчас пополам переломает скажу будете стрелять так и мы тоже чего доброго еще попадем в кого-нибудь мы получили то что хотели пока что этого хватит это было опасно ты как мне где-то болит так ну опять все короче научился нормально делать скриншоты просто открыть интерфейс и все теперь превьюшки будет аж я ну как бы как же херово в горле как будто наждак я не могу дышать ты прямо как моя примита она когда наркоту бросала тоже так тряслась потом обливалась еще и плевал и звучит очень похуже слушай слушай давай я ты за тебя криперу или может травматим за тобой приедет меня немножко отдышат погоди минуту соберусь это это конец джек понимаешь у меня больше нет будущего наоборот теперь вот вот не мог сказать им нет вот они сделали это за тебя дальше будет лучше вот увидишь и кстати ты потерял не все ты про то что у меня остался друг как мило я про бабло которое твой босс тебе дал он же наверняка не мелочился начнешь все сначала так что не боись так друзья продолжаем мне наушники или просто у тебя теперь начнется новая жизнь вот нормально очередное незабываемое утро в городе мечты честно я люблю найти как родную мать правда это такая мать которая дает тебя приют а потом останавливает на улице и спрашивает закурить не дается каждый день сюда приезжает по сто человек правда через год от них остается только половина и это если год был хороший зачем же они едут найти эти конечно чтобы стать уличными самураями как морган как говорится чем выше риск обычно не задерживаются чем быстрее ритм твоей жизни тем быстрее ты выгораешь и тем больше шанса поймать пулю откуда приехал самое главное какую дорогу ты для себя выбрал вот так как наша пропавшая чика где-то в этом здании и те кто ее похитил тоже скорее всего смотри в оба слышишь ли кстати у меня есть подарочек милитеховский обучающий чип на случай если захочешь освежить знания так сказать как насчет небольшой виртуальной разминки хорошо на это пройдем но в следующей части так как эта серия уже почти у нас идет час на этом друзья все подписывайтесь канал ставьте лайки наступающих вам вас новым годом всем удачи всем спасибо и до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч